Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые и уважаемые коллеги. Мне посчастливилось в свое время быть лично знакомым с Баркем Аршаковичем, он же Борисом Аркадьевичем, свидетеля, о котором упоминал в докладе Алексея Николаевича, один из студентов специализации СУКО. И хотелось бы рассказать о жизни, о биографии Бориса Аркадьевича, чуть личных впечатлений, конечно, потому что считаю, что роль личности истории, она велика, и, конечно же, за время истории отечественной самозащиты есть много ярких личностей, но, к сожалению, зачастую они незаслуженно забыли. Доклад мой называется, или недостаточно известный, доклад мой называется по тому, что в пример три дела государственной важности Бориса Сокрителяна. Ну, предваря я сразу скажу, что это за три дела. Первое, это, считаю, что дело государственной важности на тот момент, это была подготовка рабочей крестьянской Красной Армии, хотя крестьянской была уже просто Красная Армия, к предстоящей войне, к рукопашному бою, и Борис Аркадьевич Сокрителян принимал участие в создании руководства по подготовке Красной Армии к рукопашному бою 1941 года, РПРБ-41. Дальше. В это же время комплекс ГТО развивался и совершенствовался. То есть мы помним, что в 1931 году первая ступень была принята, в 1932 году были приняты нормативы комплекса второй ступени, где уже были не общие нормативы, а нормативы считалось, эти можно сдать, только занимающиеся серьезно, как мы сейчас сказали, профессиональные виды спорта. И если говорить о единоборствах, в нормах первой ступени были только основы, в основном удары, винтовка со штыком, то, соответственно, вторая ступень включала в себя уже целый раздел самозащиты. Это была рубка шашки, тихтование на штыках, бокс, борьба французская, как она так называлась, и два вида восточных единоборств, дзюдо и джиу-джитсу. И в сборнике норм ГТО только дзюдо называлась всеобъемость и системой самозащиты. И когда нормативы в 1940-м годы перерабатывались, и дзюдо уже носило тогда название борьбы больного скелета, Борис Аркадьевич Сапателян именно их дорабатывал. И третье дело государственной войны, уже после войны, когда жизнь Бориса Аркадьевича была связана с Московским областным пизогическим институтом, ныне Государственный университет просвещения, после войны вообще была нехватка преподавательских карм, а в сфере физкультуры она ощущалась особенно, скажем так, ощущалась еще тема, да, повторюсь, потому что в системе педвузов до войны не было факультета физического воспитания. Первый факультет в системе педвузов физического воспитания как раз был создан в МАПИ, и создал его еще один ученик Василий Сергеевич из той же самой специализации, однокашнице Батеряне Хаванглова, Васильевич Кузьмич Дудник. А Борис Аркадьевич параллельно решал другую задачу, и это называлось, это была предпеча будущего факультета общественных профессий, то есть была организована на кафедре подготовка учителей физкультуры из учителей нефизкультурных специальностей, то есть приезжая по распределению учитель в предметы, примем вторую специальность учитель физкультуры. Таким образом решался и кадровый вопрос. Ну а теперь с Вашего разрешения перейду к тексту доклада. Начну с личных впечатлений, это всегда важно. То есть осень 1992 года я поступил, когда же был в Немопе, в Московский педагогический институт, это одно из его названий, в собрание студентов по распределению на специализацию физкультуры. К сожалению, на тот момент в НКО с этим было очень бедно, легкая атлетика лыжи и игровые виды. Многая девушка еще и 90. Я к тому времени уже так, ну старался заниматься каратэ, даже поиск какой-то имел. И мне, естественно, хотелось чем-то таким заниматься, а вот не было. И когда я выходил с этого собрания, почему-то меня отметил мужчина, очень пожилой, плетенка-то с молоком, сказал Арсур, такую грустную минуту, какие дела, хотел, а не получается. Он говорит, а я в своем году вообще полотзудо занимался. Ты, наверное, такой фамилии даже не знаешь. Однако фамилию я уже знал, потому что из статьи Михаила Николаевича Нахашова, к сожалению, мы не покойного выходили. И первый раз я вообще прочитал в журнале «Советский войн», был там замечательный, 10 выпусков «Самбо. Сто путей. Победите». Поэтому я об этом и рассказывал. Борис Акач очень удивился. Начал мне рассказывать некоторые моменты из истории «Самбо». Ну, что-то, наверное, на то, что личные документы не подтверждены. Я здесь особо чуть не буду. Но самое интересное было то, что человек, увлекающийся в пылу доклада, перешел по демонстрацию приема. Борис, это 92-й год. Ушел Борис Аркачич в 95-м. Ему было 82 года. Меня с моим поясом и двумя шпагатами, это как я вот его всегда, я как-то восторжен, извините, рассказываю, но это всегда, когда я это рассказываю, это всегда так. То есть, я говорю, что меня как вязанку дров связал дедушка плетенку. То есть, я вообще так и даже мяукнуть не успел, как оказался в роли манекена в хорошем смысле. Вот и так же он мне рассказывал, что упор был тогда на боевой раздел, что наносили с ослабляющим удары, столько была прямая. В общем, Борис Аркадьевич такой был прикладник. Вот такая наша с ним первая встреча была очень яркая. К сожалению, потом было немного, но потому что это было уже незадолго до его ухода. И вот когда уже после, через несколько лет я увлекся историей, единоборств, я уже полностью начал собирать информацию, общался по поводу Бориса Аркадьевича, и с дневник покойным, к сожалению, Михаилом Николаевичем Наташовым, и со своим завт-какедрой физкультуры, которая была его преемником, и с дочерью Бориса Аркадьевича, которая передала мне его архив. И вот действительно тогда я вспомнил, что вот эта фраза Николая Первого потомствует пример. И действительно люди, которые стояли у истоков, которых мы не всегда помним, достойны нашей памяти, и вот сегодня я стараюсь немножко в какой-то сниплении это восполнить. И с вашего разрешения личных впечатлений уже немножко к докладу, чтобы все-таки биография Бориса Аркадьевича так-то была бы озвучена. Бабкин Ашакович Савитериан родился в 1910 году в Кашской области Армии. По работал в ФУЗУ, работал на земле, будучи, соответственно, неспростой семьей. И в 1931 году по квоте для рабочей молодежи попадает в ЦАЛИК. Там учится у Василия Сергеевича Ощевкова, занимает второе место на чемпионате Москвы. Это первое первенство под судом, московское серебряное призер. С Кавказа, где отлетают на каникулы, привозят фотографии бросков национальной борьбы. В кинозаписях по, соответственно, ЦАЛИКу 1934 года от СИДО, ЦАЛИК мы его тоже можем увидеть. Принимал участие в демонстрации приемов в книге «Вольная борьба» Голковского, уже когда пошло первое кинозапися. Слайды я хотел по книгам, но хотел в конце. Дальше. После ареста Василия Сергеевича, точнее, после окончания учебы ареста Василия Сергеевича, работают в инфискульте, в школе тренеров, даже по одним факультете, военному школе тренеров, даже по одним данным возглавлял, как это было, борьбы вольного стиля. То есть, по... сейчас точно неизвестно, была, не была. Была, когда, но данные о том, что они имеют. Поэтому, предположительно, можно. Перед войной принимают участие в создании, как я уже говорил, РПРБ-41, это приемы невооруженного против вооруженного, и методические указания. И в совершенствовании норматива комплекса ГТО. Дальше война. Как и многие с физкультурным образованием специалисты, в основном и Харламбев тот же, и Насвукополный Звятинцев, служат методистом лечебной физкультуры в госпитале. Участвуют в войне с Японией тоже, не только в Великой Отечественной войне. И после войны приходят, награжденные ординами, медалями, медаль за боевые заслуги, медаль за освобождение Кенигсберга, за победу на Германии, за победу на Японии, и в 85-м году орден Великой Отечественной войны второй степени. После, соответственно, Великой Отечественной войны приходят и всю жизнь оставшуюся работают в Московском областном педагогическом институте. Возглавляет министерские комиссии Министерства высшего и среднего образования. Опыт кафедры внедрился по всем вузам. Подготовлено на кафедре более 100 мастеров спорта. Волейбольная команда женская занимала 4 место в первомстве СССР. Опыт кафедры заслушивался на Министерстве просвещения Российской Федерации, о том, что Министерстве просил Советского Союза. И по итогам 7 преподавателей стали отличниками народного просвещения СССР. А, соответственно, сам Борис Артельевич был награжден орденом трудового красного знания. Среди преподавателей физкультуры, именно преподавательского состава, в Советском Союзе таким орденом не награждался никто. Ну и наверху уже перейдем к слайдам, потому как всегда надо посмотреть лица. Вот сам Борис Артельевич. Вот период работы специалистов. То есть уже сегодня демонстрировавшаяся внизу фотография. Василия Сергеевича Ощепкова с учениками. Вот от вас справа крайний верхний звук Борис Артельевич Собетелян. Вот здесь кадр из одного из видеороликов в центре Голковский. А приемы демонстрируют Собетелян в Хорландии. Собетелян ассистирует Василию Сергеевичу Ощепкову. Вот известные фотографии. Будем царевку тоже вам говорили о системе. Диплом Бориса Артельевича об окончании царевки. Можем введите специализацию дзюдо, работу с холодным оружием, бокс, борьбу. То есть и дзюдо как отдельный предмет, и дзюдо как специализацию. Ударник коммунистического труда, работу с царевки. Надо отметить, что Борис Артельевич был председателем комитета комсомола института. Соответственно, вот его, копия его чемпионского диплома, диплома вице-чемпиона, серебряный призер первого чемпионата Москвы. Грамота заработавца в Соли. Удостоверение значкистов для того первой ступени. Две известных газетных вывески. Одна известная, Борис Удор, где собителян из газеты «Красный спорт» вывески ассистирует Василий Сергеевич Ощепков. И здесь вот уже он первым номером пока демонстрирует прием. И справка о том, что призван в 41-м году в ряды красный ангел выходит на пол. Здесь фотографии, с которыми делились прорисовки для РПРБ-41, фотографии для прорисовки для комплекса ДТО. В журналах публиковалась плаката Наркомата обороны тоже по его приемам. Вот несколько, серия была больше. Очень интересная история связана с тем, что перед войной вид спорта рукопашный бой был создан в формате двоебой. Это первое, преодоление полосы препятствий с нанесением ударов штуком и прикладом по целям и гранатом витальным. И второе, это поединок на карабинах с эластичным штуком в кругу, в отличие от дисциплины фехтования, где боишься на дорожке. Университет Лесговка, первый сбор тренеров, Борис Аркадьевич участвовал, а руководил сбором еще один знаменитый спортсмен, фехтовальщик Константин Трофимович Булочка. Вот такие грамоты получали значкисты ГТО второй ступени, почетная грамота за разработку нормативов ГТО и справка с того самого сбора, где описано, что там было, когда были, какие квалификации, какая квалификация присвоена. Вырезки из газет «Красная звезда», где обсуждался ФПМВ-41. Ну вот, а вот младший лейтенант-советерян, таким он ушел на фронт. Это фотографии из его семейного альбома. Вот, все выстраницы с фотографиями. Очень интересная история о том, что его откомандировали, просили откомандировать в распоряжении воздушно-десантных войск. К сожалению, сейчас уже пошли фантастические версии, что его откомандировали, он всю войну тренировал десантников. Не знаю, по какой причине откомандирование его не состоялось, он продолжал служить методистом лечебной физкультуры, о чем свидетельствует его боевая характеристика, в которой он отмечается с лучшей стороны. Ну и реклама, видимо, заканчивается, поэтому буду завершать. Все эти материалы находятся, архив находится у меня, фотокопию я передал в музей ЦАЛИФ. Я надеюсь, что мы сделаем стенд как минимум. И вот благодарственная часть муректора, которая была очень приятна получить по итогам этой работы. Конечно, как историк могу рассказывать еще часа три, но понимаю, что еще 14 докладов. Спасибо, что выслушали. Давно мечтал выступить на данной конференции. Вот, получилось. Надеюсь. Спасибо. Спасибо, коллеги. Вопросы? Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, какие отношения были у вашего героя и Тарландского? Общались ли они после хобби жизни? Знаю, знаю. Общались, причем выступая в Совете ветеранов самбо, который работал с ГОСССР по восстановлению, скажем так, ухода на истории самбо. А Борис Аркадьевич четко говорил о том, что Харламдев это был любимый ученик Василия Сергеевича. Но поскольку Василия Сергеевича своих детей не было, видимо, он относился к нему как к сыну и отцеев, и к дружине. Борис Аркадьевич с Харламдевым после войны общался, встречался. Ну, вот это все, что мне известно. То есть, как какой-то там вот железного взрыва, если между учениками специализации не было. Ну, и опять же, могу здесь сказать свое личное впечатление. Ведь все это происходило в 30-е годы. Мне Борис Аркадьевич, когда рассказывал о вот этот период, его же тоже арестовали, правда, на один день. Он считает, что повезло, потому что цельный у тебя оказался армянин и, в общем-то, видимо, пожалел молодого земляка. В 92-м году человек прожил жизнь, прошел войну, вырастил дочь, потерял внука, ну, к сожалению, в несчастном случае. И рассказывал о работе, но он понизил голос. То есть, видимо, мы тех людей не поймем, что им пришлось пережить все время. Время было великое, но, как всякое великое время, оно зачастую и страшное. Вот, так могу ответить на вопросы. Спасибо. Я прошу? Да. Внизу больше. Скажите, пожалуйста, осталось какое-либо научное наследие, по итогам его деятельности, жизни? Да, осталось. Есть список научных трудов, я его здесь не приводил, но в музей я его передал из личного дела Бориса Аркадьевича. Там есть и разработка по РПРБ-41, и послевоенные вот эти работы по физкультуре в качестве второй педагогической специальности. И обобщение работы Капинова. То есть, у него была защищена кандидатская, он был кандидат педагогических наук. То есть, определенное наследие имеется. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.